Вы рассказали, он согласился, вы обо всем проговорили, а слова не помогают. Ну, не помогают слова, ничего не действует. Воспринял он, не воспринял он, но это все продолжается. Признал он, не признал он, неважно, но это продолжается. Он все равно продолжает, значит, пить. Это не прекращает борьбу, наоборот, это выводит борьбу в практическую плоскость. Слова закончились, начинается дело, потому что, когда он не реагирует, это говорит о двух вещах. Что либо он ничего не теряет, когда он пьет. То есть для него не меняется никак характер его жизни, то, что ему ценно в семье. Выпил, он не выпил, с ним по-прежнему так же ровно относятся. Либо он просто хочет додавить. Добиться того, чтобы вы приняли, что Сергей хочет, чтобы и вы, Света, и алкоголь были рядом. То есть он не хочет терять ни ту, ни другую. Я хочу жениться на вас двоих. На алкоголе и на вот для меня дорогие вы в равной степени. То есть это говорит вот именно то, либо об этом, либо что. Поэтому что нужно делать? Нужно дальше переходить к действиям тогда. Женщины часто, когда вот они так пострадали, помучились, они считают, что они, им в том числе и муж говорит, ну что ты ходишь такая вот кислая на утро, ну ладно, что тебе, что ты. Или даже сейчас, когда я такой, видишь, хороший, обаятельный, пьяный, а ты пьяненький такой, я такой веселый, а ты тут, видишь, кислую физиономию делаешь, не хочешь со мной разговаривать и вообще не спишь со мной, зубами к стенке отвернулась. Что это такое? Я же, наоборот, хороший. И вот, значит, так вот, женщина не должна себя лишать. Она имеет полное право на проявление своих чувств. Вот если у нее кошки скребут, если ей тоскливо, она имеет право хоть неделю ходить с кислой физиономией. Нельзя в себе чувства держать. На этом же и строится манипуляция, что там муж говорит, ну ладно, ладно, все, свет, все, забудьте, все, ну ладно, я брошу пить, все, ты хорош, ты давай нормально, все хорошо, давай, что-то все. И все по-прежнему. То есть, как с гуся вода, он выпил или не выпил, а с ним по-прежнему те же самые отношения. То есть, жена своим поведением легитимизирует его пьянку. Она дает ему понять, если ничего не меняется в ее поведении, выпил или не выпил, она дает ему понять, что это нормально. Она его всячески, в кавычках, прощает. То есть, она, по сути, его поощряет. Так вот, условно говоря, жена, извините за мой бетон, имеет право на свой отходняк. Вот как муж чувствует себя, у нее абстиненция, так и жена имеет право неделю от этих страданий отходить. Вот даже он неделю не пьет, а она неделю имеет право действительно вот, ну, чувствовать себя так, как она, это и вполне естественно. Когда я действительно в аду пребывал, я не знал, какой ты придешь, а потом ты еще пришел, мне устроил такой концерт. Ну, конечно, я не могу там уже на следующий день или там через день уже быть с тобой любезной, все как будто все хорошо. Меня все трясет, я не знаю, когда это снова вернется. Поэтому она имеет право, во-первых, на проявление чувств, и она должна их проявлять. Редактор субтитров А.Семкин